Привет, Варвара! Привет, как спалось? Отлично! А сейчас хочу послушать сказку. Включи сказку про Колобка. Запускаю. Хорошо. Колобок. Считает Борис Рунги. Жили-были старик со старухой. Оцифрованные книги. Находка для владельцев гаджетов по совместительству любителей литературы или для тех, кто учится. В вузах библиотечные центры все чаще получают добавление. Информационный. Студентка выпускного курса Кристина Егорова предпочитает все же бумажный вариант книги. Они здесь есть. Экземпляр имеет штрих-код. Его сканируют прямо как в супермаркете и автоматически вносят в формуляр студента. Правда, в телефоне у Кристины есть та же книга. Это чтобы продолжить чтение по пути из института домой. Доступ к онлайн-библиотеке имеет каждый студент. Больше сейчас, конечно, они читают уже дома. Наша главная задача их зарегистрировать. Вот в начале сентября мы абсолютно всем студентам проведем занятие, так называются, основы информационной культуры, где мы им все показываем. Наш электронный каталог, в котором отражен весь фонд библиотеки. Тоже он виден из дома. Они могут заказать нам литературу. Для них это большое счастье. Когда мы их регистрируем, они говорят, а это есть в электронном виде, а это есть, ура, все чудесно, значит, будем учиться. Систематизируют достижения студенты через личный кабинет. Это называется электронная информационно-образовательная среда. Мы можем посмотреть мое резюме. Здесь мы можем добавить истории получения образования, трудоустройства. Я же добавила свои сертификаты и награды. К примеру, я добавила диплом с российского профессионального конкурса «Правовая Россия». Этот конкурс проходил в феврале 2019 года. Просто так добавить себе заслуг не получится. Программа требует прогрузить скан или фотограмоты или диплома. Все честно. Также мы можем посмотреть личные файлы. Здесь вы видите календарный учебный план, мои курсовые работы, мою успеваемость и учебный план на весь год. К примеру, посмотрим успеваемость. Вот это успеваемость. Отлично по римскому праву, математической логике, юридической психологии. Кристина – круглая отличница. Эти данные, само собой, заполняют не студенты, а специалисты, обслуживающие сервис. Но у них есть неполный доступ к личному кабинету. На то он и личный. У каждого студента свой логин и пароль. И заходить сюда студенты могут из телефона через мобильное приложение. Чаще всего здесь смотрят, конечно, расписание. Намного удобнее, чем напечатанное где-то. Чтобы там, допустим, в школе нужно было спуститься на первый этаж, посмотреть, куда тебе нужно, а потом опять подниматься. А здесь посмотрел и сразу пошел, куда тебе надо. Возле бумажного варианта, хотя тоже встречаются одиночные фигуры, но это скорее исключение, чем правило. Кстати, наличие распечатанного варианта расписания – требование федеральных государственных стандартов. Поэтому оно имеет право существовать. Отдельная история в образовательных учреждениях – защита. Глазки камеры здесь смотрят со всех углов кабинетов, во всех коридорах. На входе – рамки металлоискателей. Посторонним без документов в здание не попасть. Оперативно предупредит охрану об опасности возгорания автоматизированная система пожарной сигнализации. При этом она адресная. В каждом кабинете стоит дымовой датчик. Что означает адрес? На приборе, если сигнал горит, лампочка горит зеленая, значит, все спокойно, все нормально. А если замигает и звуковой сигнал при этом воспроизводится, тогда, значит, сработала сигнализация пожарная. А там, где постоянно ровным светом красный горит, в настоящее время проводится профилактическая работа. Ежеквартально осуществляется профилактическая работа каждого датчика, каждого прибора. Защитная система работает в рамках противодействия терроризму. В кооперативном создан целый научный образовательный центр. Студенты также привлечены к научно-исследовательской работе, занимаются изучением особенностями и специфическими сторонами противодействия экстремизму. Много внимания уделяют изучению идеологии экстремизма. И мы стремимся сделать так, чтобы студенты были подготовлены и сами шли в студенческие группы и занимались просветительской работой. То есть мы активно привлекаем молодежь к противодействию идеологии экстремизма. В одних вузах создают цифровую среду, а в других готовят кадры для нее. Цифровые инженеры, за ними будущие электротехники. К примеру, проект первой в России цифровой энергетической подстанции «Медведевская» питающей Сколково реализован инженерами предприятия «Экро», а они выпускники ЧГУ. Последние несколько десятилетий активно в энергетику внедряются микропроцессорные релейные защиты, которые как раз являются цифровыми. Чем ее отличие от предшествующих поколений? Предшествующее поколение – это была электромеханическая и электронная релейная защита. Тем главное, что микропроцессорная релейная защита имеет свою память, и поэтому уже можно записывать и регистрировать аварийные процессы, их анализировать. Цифра в терминалах. Каждый со своим табло, где указано действующее значение токов и напряжений. На этом стенде релейной защиты студенты познают основы микропроцессорной техники, задают установки и смотрят, как защита срабатывает в той или иной аварийной ситуации. Например, случилось короткое замыкание в данном электродвигателе. При этом подсаживается сразу напряжение, но чтобы остальные потребители остались под напряжением, а двигатель полностью не сгорел, защита двигателя должна его отключить, а остальная часть, она остается работоспособной и получает свою электроэнергию от генератора. И тем самым двигатель, если мы его вовремя отключим, его ремонт, либо ремонт того, что вызвало короткое замыкание, обойдется гораздо дешевле, нежели чем он полностью сгорит, и тогда надо будет менять целый двигатель целиком. В электротехнике аналоговые схемы заменялись цифровыми постепенно в течение нескольких десятилетий, так что учебные стенды, на которых тренируются студенты, включают в себя старые образцы времен аналога и современные цифровые, чтобы сравнение было наглядным. Цифровая технология, она позволяет, во-первых, габарит свой иметь другим, и она позволяет задавать траекторию своего движения, и еще умеет хранить то, как она это делала. И вообще у любой цифры фундаментальное свойство есть, важное, память, которую все по-разному используют. Кто-то хранит архивы в этой памяти, в цифровой памяти, накопители, кто-то, значит, делает какие-то промежуточные операции в этой памяти, чтобы скорректировать свое управление. Но во многом цифра, она сейчас помогает нам наблюдать двигатели, наблюдать то, как они в группе работают вместе, и предсказывать некоторые аварийные события заранее. Стоят здесь и настоящие промышленные образцы. Точно такие можно встретить на подстанциях в Чебоксарах. Это устройство плавного пуска мощных высоковольтных двигателей. При запуске именно цифровая часть установки дает нарастающий ток. Технику осваивают и в специальном классе на шкафах цифровой защиты. Вот мы говорим про интернет-вещи, да? Кто-то что-то может там включать удаленно. Но пока интернет-вещами управляет с гаджета, как правило, умным домом человек. Вот я там собираюсь приехать вовремя. Включить надо мне отопление, чтобы не холодно мне было самое. А здесь сами машины и электротехнические устройства, учительные машины, могут договариваться и выстраивать график работы такой, делать такие приключения, чтобы режимы работы энергосистемы были оптимальными. Что такое оптимальное? Наименьшие издержки, наименьшие потери электрической энергии при ее транспортировке, качество электроэнергии, обеспечивающее эффективное ее использование у потребителя. И еще все само диагностируется. Где здесь человек, спросите? А он это все придумал, спроектировал, запрограммировал и настроил. Умными могут быть не только подстанции, но и дома. Мозги, конечно, в кавычках, могут появиться у офиса, завода, у вашей квартиры. В общем, у любого помещения, которое требуется защитить и обезопасить. Беспроводные системы защищают от ограбления, пожара и затопления, умеют управлять питанием электроприборов и позволяют подключать камеры видеонаблюдения. А вы контролируете это умное существо со своего смартфона. Для меня самая полезная умная розетка. Забыла выключить утюг, могу сделать это удаленно и быть спокойна за свой дом. Умная розетка связана с хабом. Он мозговой центр, координирующий работу устройств и поддерживающий постоянную связь с пользователями, которых, кстати, может быть несколько, и с охранной компанией. Вот это устройство, оно подключается к сети. Оно имеет два канала связи. Проводной Ethernet, который нельзя заглушить, и беспроводной, который будет работать, если домашний интернет отключился. К хабу можно подключить до 99 устройств. Датчики дыма предупредят о пожаре. Датчик протечки скажет, когда вас начнут заливать. А если укомплектовать водопровод ДОП-устройством, вы сможете еще и перекрыть воду удаленно. Управлять с телефона можно даже климатом в квартире. Включать и выключать кондиционеры, теплые полы, а вкупе с датчиками влажности система будет контролировать экосистему дома. Умными сейчас становятся и счетчики. Они могут автоматически передавать данные индивидуальных приборов учета сразу в управляющую компанию. Умный дом присмотрит за квартирой, когда вы долгое время отсутствуете. Например, уезжайте в отпуск. Организовать отдых, да еще и с выгодой помогают сервисы Мегафона. Например, покупать билеты онлайн. Это выгодно, а если получаешь кэшбэк, еще и приятно и полезно. Год назад компания запустила Мегафон путешествия. Сервис по онлайн бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. Услугами по поиску и покупке могут пользоваться абоненты всех операторов. Сервис сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий. Находит самые дешевые перелеты. Бонус для абонентов Мегафона кэшбэк до 9% от суммы заказа за каждую покупку. А получать его можно на банковскую карту Мегафона. Оксана пользуется сервисом уже больше года. Банковскую карту Мегафона мне предложили в офисе в декабре. Я согласилась, потому что для меня это очень удобно. Я часто езжу, путешествую и покупаю авиабилеты и вообще покупки через интернет совершаю. Очень часто. Я смотрю, мне в сервисе очень нравится, что сравнивают сразу разные предложения, выдают подходящие для меня варианты. Получается, что билеты я покупаю выгодным. Оплачиваю банковскую карту Мегафона, дополнительно получаю кэшбэк и могу потратить его в путешествиях или, например, на сувенир для друзей. Баланс карты – это счет вашего телефона. Его можно использовать для любых операций, переводов, оплаты в магазинах или интернете. Выпуск карты бесплатный. За остаток на счете начисляется дополнительный процент и работает кэшбэк. В сервисе Мегафон Путешествия вы можете вернуть до 9% от покупки. Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящее путешествие. Здесь есть все необходимое для организации поездки от билетов до отелей и даже туров. Можно здесь присмотреть и комплексные туры по России и за границей, а также выбрать заранее экскурсии более чем в 400 городах мира. Кстати, оформить страховку можно тут же. В 2018 году был запущен сервис Мегафон Путешествия. За год этим сервисом воспользовались более сотни абонентов. Нашими партнерами являются Авиасейлс, Островок, Букинг и многие другие. Сейчас данным сервисом пользоваться стало еще удобнее. Оплатить билеты, заказать тур, приобрести страховку. Можно через мобильное приложение Android или iOS. Кэшбэк за покупки на Мегафон Путешествия зачисляют на счет абонента. Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple, Samsung или Google Play. Также его можно потратить на покупки в интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты Мегафона. Пора планировать отпуск. А где этим летом уже побывали чебоксарцы? Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. В Краснодарском крае провели лето. На берегу Черного моря. Станица Благовещенская была. Очень хорошее место. Прекрасный пляж. Фотки есть? Не запустила? Фотки есть. Смолгорода из Питера. Фотографии Смолгорода. Точно была. Еще была в Питере. Это около Исаакиевского собора. Это в Петергофе. Была в Москве, но в Москве там во многих местах погуляла, хорошо отдохнула. И ездила за город туда, на ту сторону Волги. Ездил в тур по Волге на теплоходе на 10 дней. Чебоксара, Астрахань, Чебоксара. А какие города? Посмотри, что интересно. Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Волгоград. Во всех городах были экскурсии, пешеходные, автобусные, достопримечательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова